Девчонки сами вышивали и это были обереги мощные. А есть кто, что подсказал, как это делать? В общем, в ролике я могу подсказать, потому что у нас есть целый семинар, называется Славянский гороскоп и там рассматриваются символы. Что значит символы? Вот все символы, которые вы видите, вот здесь на картах есть символы, вот здесь на картах есть разные символы. Все эти символы имеют значение, они структурируют пространство. Подождите, а где обратная сторона? Это другие карты. Это другие карты. А, это Ростов. Готовы? Да. А водичка? Смотрите, я начала готовить вам. Мы берем хлебушек и водичку. Я сейчас расскажу, для чего это все происходит. Крутина. Пока не Partyро, и береги�. И тогда я подготовила не с hoy. До конца рождения лимона, я преподаю славянские практики, системы Moneyening. Я очищу ножом и свечой, я очищу от программ, я очищу от страха, от убеждений, от всякого мусора, который нам мешает жить. Мне срок 2 года, у меня дождут детей, и, собственно говоря, считается, что ведьма может называться женщина, у которой уже тоже была администраторическая энергия, у меня была прабабушка ведьма, которая обращалась за помощью в все село. И вот какая-то родовая память проснулась, проснулась, когда я начала заниматься снарядскими практиками, естественно, практиками я начала заниматься, потому что я был полный кавардак в жизни, и я поняла, что если ничего не делать, то как оно дальше будет продолжаться. И я начала искать, что же можно делать, вышла на снарядские практики и вышла на систему Берегини. Система Берегини – это гимнастика снарядских чаровниц, гимнасты гороскоп, работа с растениями, растительный гороскоп, карта три судьбы и славянское целительство. Вот такой есть хороший очень комплекс знаний, который сейчас есть в доступе, к которому можно обучаться. То есть, в принципе, база для любой женщины, которая хочет иметь защищенную семью, здоровье, здоровых детей, того же успешного. комплекс достаточно хороших знаний. Но не хватало знаний по работе с программами, и, соответственно, эти практики добирались из других источников. И сейчас есть очень большой такой арсенал, когда мы можем у человека почистить, научить чему-то. и это очень большая радость, когда можно вот так просто идти, получить эти знания там или получить то, что тебе надо, и идти себе дальше по жизни и просто наслезать на жизнь. Мы сюда пришли. Да, каждый получает свой опыт, но мы понимаем, что мы идем своим путем, когда нам хорошо в этом мире, когда мы чувствуем себя хорошо. Когда мы начинаем страдать, это всегда для нас признак того, что что-то идет не так, надо что-то поменять. Всегда страдание у нас приходит в жизнь, точно так же, как болезнь, да, приходит в жизнь для того, чтобы мы обратили на что-то внимание. Вот. Что мы только что делали? Мы подготовили место. Когда мы находимся на природе, мы себе можем это позволить. Почему? У нас будет мастер-класс, мы будем гадать. Есть закон энергообмена, который никто не отменял. В физике вы знаете. Вообще вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это не чисто физика. Просто эта физика немножечко проще изложена и из-за этого она становится доступна к обычному человеческому богу. Что такое энерго? Мы его учили. Энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Это вот в школе учите, когда начинаете курс физики. Та же самая история происходит и здесь. Мы берем информацию. Откуда мы берем информацию? Есть информационное поле Земли. Что такое информационное поле Земли? И вот представьте себе, огромная библиотека, много-много залов. Называется хроники Акаши. Там есть информация обо всем. И вот в этих хрониках Акаши есть отдельная комната, отдельный зал, который посвящен Земле. Это называется информационное поле Земли. Можно его еще представлять как оболочку вокруг земного шара. Оболочку, в которой есть информация обо всем. Соответственно, мы идем туда, не куда-то там, каким-то там духом, последником. Нет. Мы идем напрямую туда, где у нас первоисточник всей информации. И оттуда мы берем информацию. Это как бы первый закон, что мы берем всегда информацию из первоисточника. Мы никогда не работаем с последниками. Потому что есть магические школы, которые учат нас работать с последниками. Призывать ангелов, архангелов, каких-то духов, демонов, кого угодно. Здесь выходит вот закон еще один важный, закон энергоармена, в котором мы готовы что-то поговорить. Когда вы что-то берете, вы должны что-то отдать. Если вы думаете, что вы можете ничего не отдать, то вы сильно ошибаетесь. Отдадите в любом случае, вот как только вы отдадите то, что вы купили, почему мне пришлось написать свою книгу. Оказывается, об этом никто не говорил. То есть карты придумала три судьбы, не я. Это не моя. Этим картам я не знаю, сколько им веков. Я не знаю, сколько им тысячелетий. Они передаются вот так вот от учителя к студентам. То есть эти карты – это из системы берегин-карты. Но учебного материала пособия не было толкового. То есть да, были значения карт, но, к сожалению, не было очень важных вот таких вот моментов, которые нужно учитывать. У меня ко мне приходили на обучение девочки. Вот они гимнастику, да, берем. Гороскоп – да, пожалуйста, берем карты. И вот мне несколько человек попадалось, у которых вот с такой огромной паникой в глазах. Они говорили – карты у них никогда не ушло. Начинаешь с ними работать и спрашивать, как, что. Очень, очень похожий историк. Я в детстве начала додать. У меня пошло. Додала всем подряд. Естественно, бесплатно. И потом слегла. Потом пришла мама, сказала – карты ты в жизни больше в руки не берешь. Она сказала – уху. И начала после этого выдавать. Вот. То есть очень типичная история, когда у человека открывается дар, открывается информационный канал, но он не знает, что с этим делать. Соответственно, наша главная задача сегодня, сегодня, да, это во-первых, вот эти вот законы, которые нельзя нарушать. И тогда у нас все получается хорошо. И, естественно, мы рассмотрим, как работают эти карты. И будем кому-то дадать, вот, кто захочет там, вот, отлично. У нас все. Другой все – отлично. Ну и желающим. Ну, то есть мы так час должны говорить. Вот. Значит, законом мы проговорились, да. Больше. Давай закон 6 штук, да. Да я думаю, девочки вам согласны. Не, 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 6 штук. Если сильно надо, мы вам просто. Слава Богу. Слава Богу. На Украине работает. Да и пусть физически. Вот. Вот. То другие карты. Значит, давайте по законам закончим, потом я вам расскажу, что это за карты, да, и как мы ими пользуемся. Значит, два закона я вам озвучила. Это мы всегда обращаемся к первоисточнику, и мы соблюдаем закон энергообменов. По закону энергообменов. Хлеб – вода. Вода чистит, создает энергетический барьер, информационный барьер вокруг нас сейчас. Хлеб – это универсальная вообще треба, как зерно, то есть вот так же, да, оно получило жизнь, оно выросло, да, то есть оно разбилось и дало плод. То есть зерно – это плод. Вот. Она сыпала хлеб. Я сыпала хлеб. Там водичка. Потом я прошла сводичка. Может, вопрос тогда? Ну, если это в доме ты делаешь? Да, тут надо. Вот. Тогда, тогда ведем к следующему этапу. Это огненное жиро. У нас горит огонь. То есть мы должны что-то отдать для того, чтобы что-то получить. И лучше мы начнем этот энергообмен таким образом, как он для нас удобен, как он приемлем для нас. В мироздании ему, в принципе, ну, не так уж и важно, каким образом от нас получить вот этот полчок. Но, смотрите, здесь у вас уже и в жизни, да, берете разную параллель. Вы начинаете энергообмен, тогда вы можете что-то получить взамен, да. Если вы сначала хотите взять, а потом можете взять, да, да, то есть у вас уже и в жизни… То есть у меня… Уже глушники. После того, как я начала вообще работать с этой всей системой, я очень быстро стараюсь отдавать деньги, если я должна кому-то. То есть у меня внутри есть состояние неспокойствия, когда я что-то у кого-то должна. Вот. Энергетическая, да, треба. Огненная жертва. Что еще есть? Разумная благотворительность. Пожалуйста, разумная. По поводу благотворительности. Когда вы отдаете человеку деньги, про человека, да, у каждого человека есть свой материальный канал, финансовый канал. И если вы свои денежки, пришедшие в ваш канал, не отсоединясь от них, отдаете нищей бабушке, вы представьте себе, в какой вы канал отдаете свою энергию. Я не говорю о том, что нищим бабушкам подавать нельзя, но тут вы должны очень четко чувствовать, вы хотите этого, да, вот слиться, свой канал финансовый, или нет. Я это на себе проверила, и я пришла к выводу, что я не хочу. Потому что, ну, я все, чему я учу, я сначала экспериментирую на себе. Какая, вот я, это чисто мое, у вас может быть ваше. Я кормлю птиц, у меня кормушка стоит дома, да, и мы как бы его ждали, и его съедят. Вот, что еще? И вот это вот момент, который многие не заценивают, благотворительность по отношению к вашим близким. Ваши дети, ваши какие-то домашние животные, ваше растение, которые у вас дома живут, вам тоже благотворительность. Да, это тоже благотворительность. Когда мы помогаем своим близким, это благотворительность. Но так как у нас с ними схожие вибрации, да, то есть вот финансовый поток. Дети, когда живут в родительской семье, когда они еще не разрабатывают деньги, то их финансовый поток, часть его отдается родителям. То есть очень часто бывает, что ребенок приходит в семью и повышается благосостояние. Вот это значит, что человек пришел с хорошим финансовым потоком, и часть этого потока отдается родителям, чтобы он получал уже с детства все вот блага, которые ему положены. Да, и получается, что вы когда что-то делаете для своего ребенка, у вас идет взаимодействие вот этих двух финансовых потоков, вашего и вашего ребенка. Потом он уйдет себе дальше, вот. А вы все равно, вы наработаете себе, вот как бы, когда вы в потоке живете, у вас вот есть такое чувство, вот как вот, вот такое, да, это ощущение такое вот, этого денежного канала. Есть ощущение, вот как самолет летит по воздуху. воздух, он же, он же, он же, он же миляет, да. А для самолета он твердый, на определенной скорости, при определенных условиях, да, самолета он твердый. Вот точно так же и вы, когда вы в потоке живете, вы чувствуете опору под собой, под ногами. Когда, что такое вот этот вот, применительно к гаданию, закон энергообмена. Смотрите, вы взяли, к примеру, я гадаю для себя. Этого достаточно, вот этого достаточно. Если я гадаю для себя дома, я утречком покормила птичек, я когда кормлю птичек, я говорю, это моя жертва благотворительности на сегодня, за все заплачено сполна. Я сыплю зерно на кормушку и, как бы, все. И это делаю я по возможности каждый день, там, или даже когда я уезжаю, я прошу там того, кто остается дома, делать это. Вот. Какие кормушки нет? Если кормушки нет, можно для себя найти такую форму кирога. Да, да. Можно для себя найти форму благотворительности, когда идешь к машине. И, ну вот, не доходя между домом, мужчина рассыпает, что ли? Тоже так, да. Это не обязательно дома. Так. Теперь смотрите. Мой энергообмен, когда я гадаю сама себе, закрыт. Но когда вы гадаете кому-то, у вас два энергообмена. Ваш и информационного поля земли, и ваш и человека, которому вы гадаете. Если вы свой энергообмен закрыли, потому что у вас это уже привычка вырабатывается, да, к примеру, мы не гадаем безожженной сути, ну, к примеру, да, то вот этот энергообмен с другим человеком, его тоже нужно закрыть. Как вы его можете закрыть? Вы можете услуга за услугу. То есть я тебе гадаю, а ты мне что-то. Но вы всегда договариваетесь. И это всегда должно быть приемлемо для вас обеих. Деньги – это, естественно, универсальная штука, которая закрывает все энергообмены. Она для того и была, собственно говоря, изобретена эта штука, чтобы ей пользоваться в этом плане. Когда вам человек платит, вы чувствуете, что у вас закрывается канал с этим человеком. У меня была знакомая ведьма, она говорит, что… Мы тут тоже подняли вопрос о гадании, и она говорит… Сталеж гадала своей подруге. Ну, и как, знаете, у нас вот это есть наша такая славянская черта характера. Ну, с подруги неудобно деньги брать. Неудобно шуму в трусы засунуть. Вот это правда неудобно. А деньги – это другое. Так вот, она говорит, спать не могла. Говорит, она бы мне хотя бы пять гривен дала. Хотя бы, да, то есть здесь не в сумме дело, здесь дело в самом плане. Самогадающие я не могла спросить? Да. А подруги как? Нет, подруги все нормально. Эта история умолчивает. Мне неизвестна. Она тоже могла учиться. Смотрите, при энергообмен. Что такое энергообмен? Есть два человека, да, там два источника энергии. Сообщающийся сосудок, да, физика. У вас есть канал, который вас связывает. И вот кто сильнее, тот будет побеждать. Да. Но если сообщающийся сосудок, то будет убивать у того, у кого больше, да, если по физике смотреть. Но в принципе, по логике обычно побеждает в энергообмене тот, кто сильнее. То есть энергия уходит от к тому, кто сильнее. Вот. Но в любом случае, этот канал лучше закрыть. Зачем нам? К примеру, там, если человек работает, то даже возьмем меня. У меня, если идет мастер-класс на фестивале, ну я там гадаю, человек пять-шесть, наверное, да, и вот у меня получается пять-шесть новых ниточек связи с ними за день образовалось. Зачем мне это надо, правильно? Вот. Поэтому энергообмен, да, вот как долго я говорю об этом. Это важно. Потому что это важно. Потому что, к сожалению, об этом никто не говорит. Ну или мало кто говорит. Вот. Это нужно закрывать. Поэтому нельзя гадать бесплатно. Вы слышали о том, что нельзя гадать бесплатно. Вот почему, собственно говоря, нельзя. Вот. Закон энергообмена. Берете информацию из первоисточника. Дальше. Вы настраиваетесь на то, что вы не работаете с посредниками. Это такая внутренняя сумка. Да. Вы просто… У нас есть ангелы-хранители, которые нам помогают. Это сущности. У них есть имена. У нас есть спутники, с которыми вас обучают работать на курсах и сквозь. У них тоже есть имена и это сущности. Вот. Но некоторые люди начинают работать с другими духами. И вот каким образом вы с ними расплачиваетесь, это очень большой вопрос. Так. Вот. Еще что вы должны учесть во время гадания. Здесь есть вопрос эго гадающего. «Смотрите. Если я хочу быть такой всей и весь, я как-то выдал-то, что у меня происходит? Ко мне приходит человек и выпадает карта, что ну что-то у него, предположим, что-то плохое. Для моего эго важно, чтобы это у него сбылось. Видите, какая штука у него диетная, да? И тогда у человека, который вообще любой человек, который работает с другими людьми, у вас всегда есть выбор. Идти на поводу своего эго или же заботиться о благе своего клиента, да? Человека, который к вам пришел. Эти карты, они дают возможность, во-первых, менять будущее. Во-вторых, что мы должны понимать? Что они показывают ситуацию на текущий момент. То есть есть человек с определенным набором программ. Как в компьютере у него прописано, что если вот сюда надавить, то будет вот такой результат. Есть определенная сложившаяся ситуация вокруг него. И вот при учете всех этих данных есть вот так и будет вот так. Но эти же карты, эта же система нам дают возможность менять ситуацию. То есть мы можем сказать человеку, дорогой мой, у тебя вот такая сейчас ситуация. Возможно, скорее всего, будет вот так. Но если ты захочешь это изменить, ты всегда можешь это сделать. Вот. Система, любая гадательная система всегда подстраивается под наблюдателя. К примеру, если к вам приходит девочка безумно влюбленная, какого-то парня, который вообще о ее существовании не подозревает, то, если она будет сидеть в таком состоянии, пожалуйста, пожалуйста, пускай выпадет, что он не любит, то, скорее всего, выпадет, что она не любит. Потому что любая система подстраивается под наблюдателя. Это уже доказано у нас квантовая физика. Ура! Квантовая физика доказала то, что нам бабушки говорили давно-давно. Да? Если ты что-то задумала, молчи об этом, дорогушечка, чтобы не сглазили. Ну, вот так наши бабушки просто физику нам объясняли. Просто, чтобы не сглазили. Вот. Поэтому, вот, вы поняли, да, что, когда что-то хотите, во-первых, свои планы прячете, да, какое-то время. И второе, когда к вам приходит человек гадать, этот человек должен всегда быть готов, иметь любое ответное. то есть он должен быть расслабленный. Даже если вы видите, что человек пришёл в сильном стрессе, вы можете ему сказать, давайте вы ещё сядете, сровняйте спиночкой, идите глубокий вдох, выдох, ещё раз вдох, ещё раз выдох. Обычно, когда человек три раза делает глубокий вдох-выдох, он немножко уходит в изменённое состояние сознания, и тогда уже ему можно спокойно гадать. Я встречала профессиональных гадалок, которые не могли себе сами гадать на вопросы, которые сильно их тепляли. Тогда они просто идут к другому специалисту, и вот я не могу, ты мне покатать. Вот такая бывает история. И ещё в будущем есть несколько линий. Мы всегда скачем между этими линиями, делая выбор свой. И вот это тоже нужно понимать, что карты дают ту линию, на которой человек сейчас находится, и он всегда может перескочить на другую линию. И каким образом это делается, мы сейчас с вами как раз и рассмотрим. Во-первых, что такое карты? Да, смотрите, вот первая, шестая страничка – это энергия карты. Она описывает, что такое энергия карты. Это три мира. Миры – это я, знак и правь. Вы слышали, да, что в славянстве у нас есть такое понятие, как три мира. Четыре стихии. Все значения этого всего описаны здесь в книге. Четыре стихии – это земля, это ветер, это водичка и это огонь. Четыре стихии и пять потоков. По поводу потоков вы тоже слышали эти названия, только у вас сейчас начнёт немножко тактик. Потоки – это ритуал, поддел, порча, глаз и искусство. Люди привыкли бояться этих слов, особенно трёхпоследних, да, или четырёхпоследних. Что такое поток? Поток – это определ… это… Смотрите, вот мы… У нас есть разные энергии, которые вокруг нас работают. И карта показывает, какие энергии встретились сейчас, для того, чтобы у тебя создалась такая вот ситуация в жизни. Вот, к примеру, для того, чтобы сотрудить там, вот, какое-то растение, да, нужно, чтобы определённое, там, количество определённых энергий уплотнилось, и это растение у нас появится. Вот. Точно так же и здесь, в жизненной ситуации тоже складываются вот эти составляющие. У нас есть мир, это понятно, да, я прям, нас слышала, что раз мы будем останавливаться времени мало. Стихии, знаете, потоки. Значит, поток. Что даёт поток? Во-первых, это есть… они несут временные характеристики. То есть, когда вам приходит девочка и спрашивает, когда вы замуж, вы смотрите на поток, потому что поток даёт именно время. Время – это мгновение, три дня, девять дней, сорок дней и один год, в зависимости от того, какой это поток. поток также нам даёт понятие, это начало процесса, у любого процесса есть начало, рост, кульминация, спад, завершение. Завершение всегда несёт в себя начало чего-то следующего, да. Какой этап в процессе сейчас у тебя происходит, на какую-то ситуацию куда человек задает. И ещё такая важная характеристика, как сила карты. К примеру, испу без глаз – это мгновение и три дня. Это считаются слабые карты. Если мы рассматриваем настоящее, либо будущее, то на слабые карты мы как бы… мы по поводу них сильно не переживаем, потому что они слабые. Это вот как бы… вот сейчас у человека есть такое состояние, он сейчас вот… с ним что произойдёт, но это быстро закончится. Вот как женщина бывает, да, там вспылила, успокоилась, и там через три секунды опять улыбается. Девушка пришла, спрашивает, любит ли меня парень. Да, любит, но по глазу. Словно три дня. На ближайшие три дня. Да, ну да. Смотрите, порча – это уже такой стабильный достаточно. Это девять дней. Это, ну, будем считать, да, средняя сила – это достаточно сильная. Ну, и вот подел 40 дней, ритуал один год – это считается сильным. То есть, когда у нас упадают такие сильные карты, то мы понимаем, что если мы гадали на какое-то дело, то, скорее всего, оно сбудется, да, то есть получится. И, соответственно, если мы хотим поменять ситуацию, насколько много энергии нам нужно, то есть, если это из пух, то мы вожу пушку, и оно пошло, да, катится по-другому. Если у нас там ритуал карта, то, ну, там надо поработать. Я не понимаю, это все длительность… Да, это срок исполнения. Это срок, грубо говоря. Это временная шкала. Это временная шкала. Вот смотрите, кукалу празднуем каждый год. Да, то есть, самый длинный срок вообще в жизни, в мировосприятии славянина – это год. Да, потому что каждый год у нас… Мы новые, у нас, ну, считайте, в нас новый год, начало новой жизни. Потому что вот мы заложили, мы по ряду отпраздновали, заложили какие-то себе программы, мы отпраздновали весеннее равнодельствие, мы тоже заложили какое-то что-то, поправили, да, купал отпраздновали – тоже здесь почистили, здесь наполнились, переосмыслили что-то, да, на записочки написали. То есть, опять же, это же у вас переучёт идёт, ваш внутренний, да? Потом у нас в сентябре богач, когда мы подводим итоги, опять же, там на богатство делаются разные ритуалы. И вот эти вот, получается, основные точки в году, которые самые сильные энергетические. Мы в эти энергетические коридоры делаем определённые действия, которые потом нашу жизнь вот направляют, да? У нас есть наше «я хочу», и у нас есть инструменты для того, чтобы достичь этого «я хочу». Вот, по поводу потока мы разобрались. То есть, смотрите, сами карты учитывают три характеристики. Это мир, стихия, поток. Три, уже три, да? Когда мы влияем на процесс, открываем страничку 18, влияние на развитие ситуации. Мы подключаем ещё две. Но они, посмотрите, насколько у нас, да, мир, в котором мы живём, очень мощный. Да, очень большая такая характеристика. Стихия – большая характеристика. Поток – важная вещь, да? Дальше мы подключаем время. Земля у нас находится под влиянием ещё и Грегора времени. То есть, время и магнитное поле Земли. То есть, такие вещи, в которых мы живём, и от которых мы никуда не можем деться. Правильно? И вот эти две штуки – время и магнитное поле Земли, то есть, направление Е, да, это мы подключаем для того, чтобы изменить ситуацию. К примеру, смотрите, выпало вот дерево жизни. Если оно выпало вот так, если я гадаю на что-то такое, чего я хочу, и оно у меня выпало деревом вверх, то есть, прямое значение карты, то всё хорошо. И я могу не волноваться. Но если оно у меня выпало вверх тормашками, это называется перевёрнутое значение карты, то тогда я подумаю, что надо как-то подправить этот процесс. Тогда у нас есть два варианта, как мы действуем. Первый вариант – это мы берём колоду карт Чаравниц. Вот это карты Три Судьбы, вот это карты Чаравниц. Это и те, и те карты из системы Берегини. Есть ещё карты Злыдни, но это по целительству, они работают с симптомами, очень тяжёлую энергию, поэтому я, ну, как бы, я их как-то с собой просто не вошу. Смотрите, тогда вариант номер раз. Если я в системе Берегини, я умею делать гимнастику из Судьбы, Чаравниц, то я задаю вопрос этой колодии карт Чаравниц. Потому что это для тех, кто вы в семинар по гимнастике прошли, и вы сразу можете пользоваться вот этой колодией. Тут вы в мастер-класс прошли по этим картам, вы можете подзвести с этой колодией. Я задаю вопрос, как мне вот это изменить? И сдвигаю здесь, это вариант номер один, сейчас расскажу вариант номер два. Сдвигаю, вытаскиваю карту, ну, там, к примеру, я там вытащила, вот, а он у меня первый нежный. Что я делаю? Я смотрю, у нас сегодня день недели, воскресенье, время у нас сейчас, ну, где-то около десяти, да, около. Одиннадцать. А, одиннадцать. Из пяти одиннадцать. Хорошо, значит, смотрите, девчоночки, какой по счёту час сейчас идёт во времени? У нас. Из пяти одиннадцать. Одиннадцатый. Хорошо. Но, время-то летнее, время-то на час вперёд переведено, это не наше исключение. А, и наше правильное время, это зимнее. Десятый. Да, то есть сейчас идёт десятый час, и он заканчивается. Если я понимаю, что где-то там, я успею за пять минут, то я тогда смотрю, смотрите, вот у нас табличка здесь, я открываю воскресенье, да, и я ищу десятый час. У меня здесь написано «Над», да, что такое вот, да, вот я нашла «Над», я смотрю, что я хочу, она у меня выпала вот так, трёх тормашками, значит, что я буду усиливать или ослаблять этот поток? Не нравится. Не нравится. Дальше у нас идёт «Нолик», «Север» и «Юг», это понятно. Значит, «Нави» — это «Юго-Восток». Что я делаю? У меня здесь написано «Над», «Юго-Восток», и, к примеру, я там в теме, значит, я становлюсь лицом на «Юго-Восток». Вот в это время, то есть надо следить, чтобы час не перечёл на следующее. И делаю упражнение из гимнастики славянских чаровниц вот с этим символом, визуализируя себе, как я хочу, чтобы на самом деле у меня это всё произошло. То есть что у меня происходит? У меня есть мысль и образ, образ, с которым я работаю. Это бывает, о чём я говорю, что обычно, если огонь потушился на ветром, то есть даже когда я чищу человека на улице, если он потух, я никогда по этому поводу не расстраиваюсь. Потому что здесь тонкий огонь всё равно остаётся. На чистящей свече тонкий огонь всё равно остаётся. Я делаю упражнение, визуализируя себе то, чего я хочу. Что происходит? У меня есть образ на тонком плане. Этот образ, то есть когда я делаю гимнастику, я работаю с этим символом, он структурирует всю мою энергетику. И когда я работаю с мыслеобразом, плюс ко всему, не только символом, то получается полностью вся моя энергетическая структура меняется для того, чтобы этот образ, он произошёл. Каким образом я излучаю этот образ мироздания, а мироздание, как зеркало, отражает мне его в виде результата. Так работает. То, что мы излучаем, то мы и получаем. Это вы всё слышали. Вариант номер два. Если я, ну я не умею делать гимнастику, славянский чаранец, ну послушайте, ну бывает, ничего страшного. Вы берёте универсальный носитель информации, у нас это что? Вода. Да, правильно. Телевизор. Ну он не работает там в виде электричества, понимаешь? Поэтому берем воду. Берём водичку, в штаканчике. Мы просмотрели, да, вот как мы смотрим во внутреннем объёме. Увидели сначала результат, потом посмотрели, что будет дальше. Просто расслабленно посмотрели. Не парьтесь по поводу того, что у моё это воображение или это не моё воображение. Что увидел, то и увидел. Что увидел, то и увидел. Это, нет, это я всем, наверное, придумала. Научитесь доверять себе. Да, в книге уже всё испортит. Да. Просто верьтесь, на самом деле магия, это прежде всего научиться доверять себе. Это интуит. Да. Просмотрели. Если что-то вам не нравится, смотрите, тут могут повылазить ваши страхи какие-то. Какие-то программы. То есть это не то, что я себе придумала, а я увидела, что у меня есть страхи, которые у меня среагировали на эту ситуацию. У меня и у человека? Это не важно. Работает человек сам. Работает тот человек, который хочет изменить ситуацию. Ага, это я его вижу. И мы за него ничего не видим, он сам всё это делает. Это если я себе гадаю и я хочу поменять ситуацию. А, это сама для себя? Ага. Ага. Смотрите, это не... Я ещё подумала, что как же вы можете менять на сегодняшний день? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это мы берём вариант, что я играю себе. Да. Это я гадаю себе. Но если ко мне пришёл человек, я ему это говорю, я ему даём инструкции. Дорогой мой, ты приходишь, там гимнастику делаешь, не делаешь, всё отлично. Ну вот, пожалуйста, сейчас, там в течение 10 минут, да, ты идёшь, садишься лицом на юго-восток, там, или, да, на юго-восток, ты берёшь стакан с водой, ты смотришь фильм, когда ты это увидел, ты просматриваешь, что у тебя было дальше, ты смотришь, что тебе не нравится, и меняешь это на то, что тебе нравится. Сейчас ты можешь, ну, как бы, я не буду человеку говорить, отпускать свои страхи, потому что, ну, я его запутаю, я и так даю ему много инструкций, да, уже. То есть это он всё сам должен вот это вот делать? Естественно. А если он это вот не видит? Да, его не доходит. Детки, времена, когда вы пришли к ведьме, дали денег, и ушли счастливые, здоровые, прошли. Сейчас, если человек не работает, он уходит. Он не ест. Да, он не ест. Работаешь, не ешь. Очень многие люди перестали заниматься целительством именно из-за этого, потому что у людей есть потребительское такое отношение. Типа, ну, подожди, ты ж ты лезер, на тебе бабло, иди работай. Всё, этого больше нет. Земля поменяла свои вибрации. Это больше не работает. Ну, как бы, всё эти времена, как бы, время шарю прошло. Шарю закончил. А, Наташа, а вот такой вопрос. Например, мы готовим... Так, давайте закончим. Вот с этим, да? Он просмотрел дальше. Поменял, поотпускал свои страхи, да? Или я, например, да? То есть я человек осознанная, и я понимаю, что если я увидела, что меня ограбят, то мне надо отпустить страх, что меня могут ограбить вообще в принципе. Правильно? Если я увидела, что меня кто-то обманет, да? То мне надо отпустить вообще убеждение, что меня... А когда? Вот так к себе прямо и проговаривать. Я отпускаю свои убеждения, что меня кто-то может ограбить. Я не ограбываю. Вот. Отпускайте. Это программы, которые у вас прописаны, и которые надо выбрасывать. Вы просто... Вы эти программы таким образом увидите. А можете увидеть, что у вас всё классно получилось, и как бы, о, хорошо, мне нравится. Так вот, вы должны его просматривать до тех пор, пока вы не увидите, что вам всё нравится. Вот прям оно зазвенит, залибрирует. Оно вот так вот идёт в правую сторону. Это, ну да, если у нас вот здесь настоящее, да, то будущее обычно мы видим справа. Обычно, обычно, да? То есть бывают особенности у людей. Да? Когда вы здесь всё увидели, что да, меня всё устраивает, очень классно, да? Вы видите, чувствуете всё там, в цветах, в эмоциях, всё классно воспрять. Вы можете, да, если у вас... Ну, бывает такая штука, которую я хочу, но я вообще ума не привожу, как мне это сделать и получить. Тогда вы можете пойти влево и просмотреть, а как, собственно говоря, я туда попала. Ну, нормально. Да. Настоящий. Да. И вы идёте как бы в... Это прошлое. Вы идёте в прошлое и смотрите, что вам помогло достичь этого результата. И когда вы всё для себя поняли, да, ну, обычно, господи, это у вас займёт 2 минуты. Это мы так долго обварим, а иногда. Упаковали это дело в шарик. А вы помните, что у нас тут стакан с водой вообще в руках, да? Мы сидим лицом на юго-восток. Упаковали, сделали такой шарик, уплотнили его, да? Этот шарик называется посыл. И этот шарик помещаете в воду. И когда вы его поместили в воду, вы видите, как вода структурировалась под него. Потом, что вы делаете? Если вы эту воду выпиваете, вода уходит в ваше тело, ваше тело впитывает эту воду вместе с вами этими вибрациями, вы наилучаете и излучаете результат того, чего вы хотите. И мир, как зеркало, отображает это вам в виде реального действия, которое происходит. Это всё написано? Это всё написано. Не, ну не так долго, конечно, как я... Как я это рассказывала... Это два вопроса у меня. Первое. Если мы гадаем себе или гадаем клиенту, ну не важно как, мы можем делать это не в этот час, когда это происходит. А тогда, когда ему удобно, просто посмотреть, какое будет направление. Выбрать какой-то другой день, другой час, да? Это может. Это первый вопрос. Ну, подожди, а к этому же вопросу. Сегодня я увидела на юго-восток, а буду делать там в среду... Может, ситуация искалиться. На какое время, да? Тогда, когда я буду делать, или тогда... Не, когда гадали, а когда будем делать. А, когда это будем делать. Всё нормально. Делать – это вот это видеть. Менять ситуацию. На самом деле, менять ситуацию нужно не всегда. Но если мы хотим ее поменять, то мы понимаем так. Всё просто. Это девочки просто играть за урек. Когда сядешь, то... Да. Так, подожди, если человек сейчас пришел, нафига смотри, что там в среду. Вариант просто. Ну, сейчас нет воды, ты в поле, в пустыне, в Сахаре. Да, значит, надо погадать. Ну, ну, карты, карты есть. Зато, раздалка с картами там есть. Ну, вот, третишься, до мной, уходи. Наташа, на какой период мы просматриваем вот эту вот ситуацию, вот это вот время, например, там... Так, а мы, по-моему, туда-то... Ну, там, год. Нет, сусловиваясь. Ну, как видишь, не обусловиваясь. Не обусловиваясь, отпустишь. Что увидели, то увидели. Да, что увидели, то и увидели. То есть не пытаться копать там искусственно дальше, глубже, да? Искусственно ничего не надо. Всё происходит легко и естественно. Вообще, настройтесь. У вас в жизни всё происходит легко и естественно. Не, ну, можно, знаешь, догнать себя там и работать и работать. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Не надо отличница. Ну, да. Смотрите, значит, что мы с вами разобрались, да? То есть, о чём я вам говорила, что это чистая физика? Да, вот эти вот вещи, которые мы учитываем. Это мир, это стихия, это поток, это время, это направление и всё, о поле Земли. Это физические данные, это характеристики, да? Просто, ну, классическая физика, она не воспринимает стихию как данные, да? Да, у неё есть другие, поэтому, собственно говоря, она так нас и не догоняет. Это чистая физика. Что ещё, значит, как мы ещё трактуем карты? На них есть символ. Но когда вы видите, что у вас растущие деревцы, когда у вас вверху плоды этого деревца, то ну, понятно, да, что тут всё ясно, да? Символы вы начнёте чувствовать и читать, когда вы пройдёте семинар по славянскому гороскопу. То есть там просто включается... У меня после этого семинара, я там, я когда вижу какой-то любой символ, я там, если звёздочка, я считаю, сколько у неё вершины этой звёздочки, да? Если так, то есть когда... То есть это отдельный семинар. Я сейчас не научу вас читать символы. Но по символу мы тоже эту карту трактуем. Это как бы один из компонентов? Да, это один из компонентов. На каждой карте у нас есть рисуночек, да? Вот есть рисуночек. И есть у нас в книжечке написано значение этой карты. Когда вы гадаете, себе, либо кому-то... Ну вот, смотрите, мне попало сперта. Страничка 22, вот карта номер 1, на ней будем сегодня отрываться. Смотрите, у нас есть значение, прямое значение перевёрнутое, здесь они выделены. И на каждое значение у нас идёт несколько предложений, несколько фраз, которые описывают одно и то же явление, но с разных сторон. И когда вы человеку гадаете, вы ему вот это просто читаете. Не надо блистать своим остроумием, своей памятью. Мы уже про эгу поговорили, да? Эгу мы оставляем где-то там, где-то оставляем. Мы человеку прочли значение. Обычно человек говорит угу и кивает, когда он услышал что-то, что ему срезонировало. То есть какая-то из этих фраз ему срезонирует. Бывает очень... Если он сказал угу, всё, вы молчите, вам не нужно ему ничего объяснять. Если бывает очень редко человек говорит, я не понял, вот тогда только мы ему даём свою трактовку ситуации, этой карты и всего такого, да? То есть вы максимально убираете своё эго и максимально даёте ему информационному потоку работу. И работать можно, когда вы гадаете человеку, даже не обязательно, чтобы он вам озвучил вопрос. Иногда я просто, когда я задаю карту вопрос, я говорю, вот у него вопрос, я тут не показываю, да? И карты работают, карты сбегаются. Теперь мы перейдём, то есть по трактовке вы всё поняли, лучше читать. Книжечка не такая большая, я её с собой таскаю, она вот со временем, конечно. На 8. Да, такая. Ну, ничего, живая. Вот. Теперь смотрите, по правилам работы непосредственности. Карты хранятся в душе. У меня это касается. У меня здесь живёт три колыбика, и мне очень удобно. Во-первых, с ними возиться. Во-вторых, я разложила, смотрите, я сразу, у меня есть экран. Вот здесь люди чем угодно могли заниматься. Но ткань, она тем вот и великолепна, что она держит структуру, это переплетённые волокна, которые эту структуру держат постоянно. Поэтому, ну, желательно, чтобы она не формирована была. И вот эта структура, она экранирует то, с чем я сейчас буду работать, от того, что у меня находится под посылочкой. Вот мы карты-пусыпы. Смотрите, на рубашечке у карты есть символы. Эти символы у нас, вот эти карты, сразу же подключают вот туда, в правильное место, откуда они берут информацию. То есть это вообще даже не ваша забота, правильно, как начинка поток карты, работают сами по себе. Когда вы берёте новую колоду карт, тут немножечко храните, да? Я только когда начала с картами работать, особенно начала их там продавать, естественно, там обращаюсь к людям, которые их продают. И они говорят мне следующую вещь, что кастротерологи не покупают карты, если была открыта коробочка, в которой они были упакованы. И вообще смешно, конечно, но здравое зерно в этом деле есть. Но давайте опять же поймём, как это правильно понимать. Почему кастротерологи не покупают? Потому что кто-то эти карты уже брал в свои руки. Соответственно, у них произошло какое-то энергетическое новое действие. Ну давайте, как бы, мы же люди просто, да? Карты на жене, кто рисует, из опухолых коробочек. Они, это полиграфическое производство, они там миллион людей потрогают, прежде чем они попадут в эту коробочку. Правильно? То есть их сначала порежут, посортируют, поможут в коробочку руками, да. Эту коробочку как-то заклеют. Вот, поэтому... Давайте смотреть правде в лицо. То есть закрыта коробочка или не закрыта, вам она на самом деле очень большую роль не играет. Но, но, действительно, карты вы структурируете при себя, заряжаете. Есть такая штука, как зарядка карт на полнолуние. Это написано в книге. Вы выходите дома, вы у себя на улице, никакого не измечения. Главное, чтобы вы видели Луну. Полную, вот это вот полный шарик Луны. Вы на нее настраиваетесь. Либо вы говорите мантру, либо вы просто чувствуете энергию Луны. Тут, да, мантра написана в книге. Вы настраиваетесь на Луну, на эту энергию. Когда вы поняли, что этот поток пошел по вашему телу, то есть ваш первый шаг, это я и Луна. Вот это синхронизация. Потом я беру карты в руку. Ну, у меня там три колоды, поэтому я беру сначала две колоды, а потом еще одну. То есть я делаю это дважды. По причине от рук для трехков. Рубашечкой наружу. Вот я беру. То есть картиночка идет мне в ладошечку, а рубашечка наружу. Видите, у этой колоды у нее другая рубашечка. Потому что я беру другую колоду. Но она тоже символы, они работают. Вы становитесь и... Ну, там, конечно, хорошо, если вы делаете гимнастику. Если вы не делаете, ничего страшного. Вот вы стали ровненько. Что вам надо. Что была грудь, колесо, мягкие коленочки. Когда вот так вот позвоночки прогнут, по нем очень хорошо идет энергия. В данном случае будет идти энергия Луны. Мы же на Луну уже настроились. И, значит, вот вы постояли, почувствовали, как через ваше тело, а вы держите в руках карты, прошла эта энергия. Вы почувствовали это. Хорошо. Потом вы стали на коленке. То есть здесь пыльные остановиться не будут. Та же самая история. Вы стоите на коленках, да, и... И потом вы стали в такой... Колено-локтевая позиция, только лопаточки вместе. И ну-ка. Я вот на коленке. Смотрите. Смотрите, вот вы встали. Потом вы... А, слушай. Потом вы на коленках. Да, встали, постояли. Опять же пропустили через я-то-то. И потом мы встали в гору. А в городе как-то? Я оделась одного на балконе. Потом обязательно поднялись. Средний метр, то есть вот на коленочке. Все, сложили карты. Бомошечка, бомошечка. Штучку свою. Где они у вас там будут жить? В доме. Это ничего не надо. Простирать можно? Там кроме... Мантры там ничего. Мантры там ничего. Мантры есть. Мантры есть. И больше ничего не надо. Вот смотрите. Вы мантры говорите, для того, чтобы настроиться на энергию ленту. Вы проговорили эту мантру, почувствовали поток, и потом в этом потоке вы работаете. И с мантры нужно для того, чтобы включить вас в поток. Кто-то без мантры может этот поток. Но обязательно вот это сделать. Желательно. И обязательно закончить на коленках. Это элементы из гимнастики, из новянских чарамит. То есть вы... На коленках получите. Ну, смотри. Мы же попустим. Мы на верх, на коленке, вниз, потом снова коленки. И потом снова коленки. Там это написано не пальцем. Вот. После того, как вы зарядили карты, вы их никому другому не передаете. Вот не стягает. Можно дать сдвигать клиенту, но я предпочитаю сдвигать сама. Просто, смотрите. Начинаю почему. Иногда клиент задает... Почему нужно, чтобы сдвигал клиент? Почему вообще это важно? Иногда, когда неправильно задавали вопрос, карта не открывается. Что значит карта не открывается? Вы берете колоду, и она должна сдвинуться, вот как будто она срезана. Она у вас там стоила вот так вот в лесу затошла. Ну, какая-то, вот так. Вот что-то типа такого, да? И это говорит о том, что клиент должен переплодировать вопрос. Но просто если клиент не озвучивает вопрос, то я сразу ему скажу, что... Ну, как-то пойдет. Как-то по-другому. Да, потому что клиент не озвучивает вопрос, он держит его на таком. Если он держит себя во внимании, то тогда уже, если он правильно его держит во внимании, то если колода открылась, то я не лезу на это сделаю. Но если колода не открылась, то я ему скажу, друг мой, пожалуйста, открыть родил и снова вопрос. И тогда, естественно, я ему помогу. Значит, какие вопросы являются глупыми? Буду ли я замуж, будут ли у меня дети? Ну, я, честно говоря, ну, это я человек привык, потому что шума судьба у моих руках, для меня я всегда уделяюсь, когда вы будете задавать вопросы. Что мне нужно для того, чтобы сейчас я выйти замуж? Что мне нужно для того, чтобы родить сына, например, или с дочкой, или чтобы у меня проявили дети? То есть вопрос, как мне достичь журнала? Да, потому что, опять же, вернемся к тому, что время, когда мы плыли по течению, прошло. Сейчас мы грядем сами. И на самом деле, чем больше вы наращиваете вот этот энергетический потенциал, тем быстрее вы, а я бы там подумала, и оно у меня, хоп, само собой получилось. Вот сейчас так работает все. Ну, на самом деле, это не умный вопрос. Умный вопрос, это что? Сделай еще вопрос. Если же, если мы можем... Нет, ну, купим ей вопрос, что надо сделать, чтобы у меня получилось то, что я хочу. Что мне надо делать? То есть работа. А не получится вообще... Попадет ли там на меня миллион долларов? Не, ну, смогу ли я его просить пить, если я чего-то хочу, значит, мне надо этого как-то достичь. Вот что мне надо делать, для того, чтобы... Вы будете попасть сюда. Знаете уже точно, что ты еще не знаешь, чем работать. Вы женщины? Да. Ну, вообще, как говорите? Женщины, вы женщины? Да. Я даже... Вы знаете, какая ваша главная функция в этой жизни? Да. Да? Ты знаешь, какого? Нет. Хотите. Да, это мы делаем. Договорите, договорите. об этом. Хотите говорить об этом своему мужчине. Ой, это правда. Это главная функция женщины в семейном союзе. Это... Женщина, вибрая, вибрая. Потому что мне было... женщина, которая ничего не хочет, получает ничего. Вот если... Вот скидка... Мы что, они учили? А так не учили? Это программы, в которых мы чистимся. Есть еще много разных техник, чтобы почистить. Так, поехали дальше. Зарядили карты. Теперь, как мы делаем расклад и как мы... Какие есть остальные расклады? В книге описано тресные микросклады, которых до сих пор мне было вот вообще всегда достаточно. Первые расклады... Это расклады... Какие-то я делаю? Какие-то какие-то партнеры. Точно. Расклады, сейчас я скажу, это где-то в начале у нас. 14-я страничка, там начинается тасовочка, как подзадавать вопрос, да? И первый расклад, который описан, это расклад на одну карту. Расклад на одну карту вообще просто. Задали вопрос, получили ответ. Ничего здесь сложного нет. Тут можно на самом деле... У меня бывает такое состояние, что-то мне не нюнется. И когда, в принципе, если человек запутался, если я не нюнется, я не понимаю, что-то происходит, тогда я делаю расклад на текущую ситуацию. Он остается в 15-м, то есть расклад на текущую ситуацию. Тогда я просто разбираю, что у меня сейчас происходит, что у меня сейчас происходит, что у меня взялось и что будет дальше. Но если мне просто как бы надо пошушупаться с мироздания, то я делаю вот расклад на одну карту и я могу так прям сидеть и разговаривать, разговаривать. То есть вопрос, из него какой-то еще вопрос. Я снова задаю, там, сдвигаю колоду. Чуть-чуть потасовала? Ага, а как метод? То есть тут можно, как бы, к примеру, вы можете просто сидеть и разговаривать, разговаривать с мирозданием, с информационным полем земли, ну, как хотите, не персонализируйте, пожалуйста, это, потому что можете скатиться на общину, если ты хочешь, то есть не представляете, что вы с какой-то личной системой разговаривать. Да, с потоком, с информационным полем, с мирозданием, но не представить лично, с какой-то существом, не представить. Вот. Значит, расклад на плюсы и минусы предприятия. Очень классно, когда надо сделать выбор. Что будет, у меня была вообще там классическая ситуация, звонила женщина из Одессы, кстати, и строилось пять комплексов. И надо было понять, куда вложить деньги, чтобы они помолились. И на некоторые комплексы, действительно, были ситуации такие, что вот обман, или что оно будет очень долго, оно будет тянуться. И было два варианта, очень даже не дольше. И вот из них, ну, у них же есть другие, где находится, насколько для нее удобно. То есть, когда нужно, когда девчонки надо между парнями определить. Что будет, если я буду с этим парнем, что будет, если я буду с этим. И смотрим, да, плюсы и минусы, как мы выбираем. Есть раскладные отношения. Раскладные отношения очень мне нравятся. А, смотрите, раз, два, три, четыре расклада. Раскладные отношения очень классно, когда у вас есть любые отношения. Ну, классика это мужчина и женщина, конечно же. Но у нас бывают какие-то ситуации, когда мы завязываемся, ну, производственные отношения. Начальник, соседские. Соседские, какие угодно. Так вот, мы можем рассмотреть любые отношения. Что он показывает, что один человек думает, что второй человек думает. В связи с этой ситуацией. Что каждый из них чувствует, что у каждого из них в подсознании, то есть, что толкает изнутри человека, его мотивация, скрытая, кроме того, что он даже меня не узнает. Что это за ситуация, то есть, как это, что это такое, да? И что будет дальше, ну, учитывая, опять же, из текущей ситуации. То есть, здесь тоже можно рассматривать это все, влиять на ситуацию. Особенно, на что будет дальше, то тут на это можно влиять. И опять же, ну, понять, как тот человек к вам относится, что у вас. Иногда мы просто не понимаем, почему люди так. И вот это как раз вариант, что мы можем его понять. Вот. Четыре основных расклада. Пока что было их недостаточно. Теперь давайте сделаем два расклада. И вот так еще часы наши подходят. А там где кто? На шоку не будет. Игоник? Нет. А тут же следующий путь. Это уже... Это Оля. Оля, я не знаю его. Ну, да. Ну, ну, хорошо. Я уже, я с этой девочкой, книжка, которую... Значит, сейчас попробую как пасовать, когда я буду раскладывать. И сейчас излучить, и потом еще раз обращу внимание. Просто этой фишки нет в книге. Когда вы меняете одного человека на другого, когда я даму, что всегда, то карте надо фибрацию. Три раза поспучали по колоде, и с нее как бы вот сваливает вся шелуха. Они настраиваются действительно к человеку, с которым угадаешься. Поэтому вот надо это менять. Вот. Отлично. У нас первая была Алина, да? Да, Алина. А? Да, да, да. Ну, смотрите, человек пришел, да, с чем он тогда появится, какого он где-то расклада, естественно, да? Вопросы. У нас есть раскладные отношения на текущую ситуацию, чтобы здесь, то есть принять решение, или там вопросы где-то. А вот, что такое мы будем делать? «Хочу привлечь свою честь и любовь, что он не надо отберет. Любовь мужчиной к мужчинам, значит, нам надо привлечь, наверное, мужчину, который будет вас любить, и с которым у вас будет, наверное, гармоничный семейный совет. Помогайте человеку, правильно? То есть, к вам пришел человек, ну, действительно, там, я хочу привлечь в свою жизнь любовь, да? Что такое любовь? Любовь у нас будет бывать, божественная, любовь. Типа, я люблю весь мир, деревья люблю, цветы, вас люблю, да? Но это же не то, что я люблю. У нас есть любовь-дружба, то есть, когда мы, мы можем и девчонок любить, да? Дружественная любовь, да? А бывает любовь между мужчиной и женщиной? В данном случае мы говорим о гармоничных отношениях. Как любить свою жизнь? Гармоничные отношения с достойным. То есть, мужчина, сколько достойный мужчина? Опять же, лучше говорить не достойный меня, у нас часто бывает именно самоцентр, Не достойный меня мужчина, это будет тоже какой-то такой чмурик, непонятно. Да, еще по нашему женщине, вот. Тогда мы говорим так, мужчина, который вызывает во мне восхищение, уважение и рядом с которым я хочу, вот я тут вся женщина, я хочу быть таким мужчиной, да? Это же совсем другая постановка вопроса. Соответственно, вот, думай, да? То есть, как? позиция открытая? мы делаем, наверное, раскладываем лукавку, правильно? Да, лукавка будет восхищена. Что мы делаем? Это соль, там написано разложительное 13 стопок. Оказывается, не каждый человек понимает, что такое разложительное 13 стопок. Почему 13? 13 это соль, да, вот, значит, это 14, это 14, 14, да. Вот, смотрите, 13 это число Луны, и 13 стопок, да, 13 стопок раскладываем, 13 число Луны, 13 это число вот, такое здесь 14, это стопка, 13 стопка, 13 стопка, ага, просто написано, но в другом месте, поможем, а еще 13 это число полноты, энергетические человека, оно в себе составляет, да, ну, сакральное число 13, чертовы дружины, да, да, 13, так, 13, вот, раскладываем, и считаем внутри себя про 13, это 13 стопок, я тасую, как раз, и спеша, немножко погуляемся, это вводит, человек, который погаит, и человек, который он погаит, какой легкий, а транс ввозе становится. и потом в произвольном обеспечении порядке вы их собираете. Вот как оно у вас идет, вы уже в потоке, вы уже в таком легком рамке, и потом уже вы их просто подрисовываете, и вы слушаете себя, слушаете колоду, и когда вы поймете, что достаточно, вы это поймете. Когда вы тасуете, вы думаете о вопросе, мы у вас говорили этот вопрос, и я об этом вопросе думаю. Иногда у вас какой-то ритмический рисунок, когда вы тасуете, вот тут уже вы должны слушать себя, как оно у вас идет. Бывает, что выпадает эта карта, когда вы тасуете, вот ту карту. Если карта открылась, вы человеку не зачитываете ее изучение, и иногда это ответ на его вопрос, иногда это просто какая-то информация, которую надо в среднем усиливать. Хотели вам на что-то платить? Скажите, пожалуйста, куда вы писали наши карты? А вот сюда, пожалуйста. в среднем усиливать. Если оно не вставать, то ее просто перейдем назад. в среднем усиливать. В среднем усиливать. Выравниваем колоду. В среднем усиливать. В среднем усиливать. она должна быть как будто светлая. В верхнюю часть мы пойдем под низ, и сверху вот здесь двинулась, мы выкладываем карту. И я считаю значение. неопределенность в отношениях, мелкие ссоры, досадные недоразумения, печать, слезы. Не стоит идти на пролом. Лучше подождать. неважно. А теперь намерена. Я пришла и я с ним не жила. Ну, буду готово. Ребята, я не приехала. С тобой милые. Я приехала. Я приехала.